с экологическими вопросами поэтому меня касается и я занимаюсь вопросами связанными и с культурой речи и с манерой с речевым преступлением и с приемами манипуляции которые точно также засоряют нашу языковую сферу сегодня моя лекция называется экологическая лингвистика и лингвистические и юридические аспекты современная публичной коммуникации в которой к сожалению царит агрессия и неразбериха хорошо известно что социальные процессы последних десятилетий привели к тому что нередко обозначается как экологический кризис русского языка экологический кризис русского языка не может быть преодолен без широкого обсуждения всех болевых точек экология эта наука которая изучает связи живых организмов с внешней средой в конце 20 века среду обитания человека стали включаться и культурно-исторические ценности поэтому возникают такие терминологические сочетания как экология мышления экология культуры экология истории экология может быть я как экология культуры экология этики и дальше экология слова экология языка и лингвистическая экология ключевые категории экологии языка это деградация и реабилитация и экологическая лингвистика предлагает отслеживать опасные симптомы деградации языка противодействовать им и обеспечивать выживание языка способствуя его устойчивому развитию и поддерживаем многообразие сейчас я попытаюсь охарактеризовать современную коммуникативную ситуацию наметить болевые точки и насколько позволит формат нашей лекции рассказать о некоторых болевых точках подробно более подробно современная языковая ситуация или языковая ситуация в современном российском обществе очень непростая и она ставит в тупик даже самих языковедов есть вполне обоснованное мнение что русский язык переживает перед кризис смуты нестабильности кризиса на чем же основано такое мнение основания конечно же есть и очень серьезные например русский язык считается морфологически одаренным где тонкие нюансы смысла различные эмоциональные оттенки выражаются при помощи суффиксов присоединяемых корню слова сейчас эта способность утрачивается происходит сокращение русского словообразовательного пространства для сравнения приведу такой пример что в 19 веке было 200 слов с корнем добро были такие слова как доброрадствовать добродей добрословить в двадцатом веке русский язык пошел на убыль и Mohammed на их 21 осталось 56 обратите внимание доброрадствовать добродей добрословить исчезли а злорадствовать злодей злословить остались причем доброрадствовать радоваться чужому счастью нам не и слово оказалось ненужным. А злорадствовать осталось и очень актуально. Было 120 слов с корнем «любовь», осталось 40. И так со многими словами русского языка. Если представить наш язык в виде дерева, где слова «образовательные гнезда» — это ветви, а слова — это листочки, то мы увидим дерево засыхающее. Это древнейшая метафора, существующая во многих лингвокультурах. Но ведь границы моего языка — это границы моего мира. И если нет в языке слова «доброрадствовать», но есть «злорадствовать», и «оскудение словарного запаса» означает «оскудение мысли», «оскудение чувств». С русским языком происходит примерно то же самое, что и с населением России. Оно чуть ли не втрое меньше, чем должно было быть по демографическим подсчетам начала XX века. На это, конечно, можно возразить. Что-то в языке устаревает, отмирает, но появляется много нового. И это волна англо-американизмов, которая захлестнула русский язык. С одной стороны, мы не выработали собственных наименований для высокотехнологичных процессов. Остается заимствовать. Ну вот предыдущее выступление было примером того, что происходит в русском языке. Мы не выработали собственных наименований для сферы экономика-бизнеса. Остается заимствовать. И заимствования обогащают как и язык, так и понятийную сферу. Опять же можно возразить, что заимствования были всегда, начиная от тюркских и греко-латинских заимствований до мощного влияния французского языка в XIX веке. Но была встречная волна. Мы ответили собственными новообразованиями. Такие писатели, как Ломоносов, Карамзин, настойчиво вводили в русский язык слова, отвлеченные книжного значения, в которых больше всего нуждался русский язык. Ломоносову мы обязаны такими словами, как созвездие, земная ось, притяжение. Карамзин ввел такие слова, как промышленность, будущность, человечность, общеполезный, усовершенствовать. Он ввел слово трогательный применительно к репертуару чувств. До него не было такой краски, как трогательное зрелище. А ведь иноязычное слово прозрачно в своей структуре, в своей словообразовательной структуре. Например, слово «бодибилдинг» состоит из двух понятных английских корней «боди» и «билдинг». И если нам легко произносить, а почему бы нам не писать при помощи латинского алфавита? И такой переход по свидетельствам авторитетных филологов может уже состояться через два-три поколения, если ничего не делать и плыть по течению. Поэтому одной из особенностей современной языковой ситуации является иноязычное заимствование на фоне утраты собственного словотворчества. Следующая особенность связана, наверное, языковой и в целом культурной ситуации, связана с утратой художественной литературы своей нормозадающей функции. Откуда вообще берутся нормы? В обществе сложился определенный круг образцовых авторов, канонизированных текстов. Они авторитетны, их изучают в школе, они поддерживают языковую и нравственную норму. Следовать норме всегда было престижно, а говорить безграмотно всегда было страшно и стыдно. А сейчас? Авторитет книжной культуры как никогда низок, отсюда и проблемы преемственности и идентичности. А ведь в XIX веке был очень высок авторитет писателей, властителей дум. Выходило какое-то произведение, читающая публика, вольно или невольно, сознательно или бессознательно, подражало языку и стилю авторов, ходили цитаты, все рекорды по цитированию побила комедия Грибоедова «Горе от ума», цитаты живут до сих пор. А сейчас что мы цитируем? Вот последняя русская книга, которую мы цитировали, это «12 стульев» и «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. А сейчас что мы цитируем? Рекламу. А реклама что делает? Окучивает клиента. Поэтому мы не владеем собственным наследием. Изменили отношение к культуре, к культурности. И вот появилось такое слово «продукт» в отношении результатов духовной деятельности человека. Образовательный продукт. То есть весь мир обывателю кажется огромным супермаркетом, где все на продажу. И продукт – это то, что продается. Говорят, что восприемником нормотворческой функции стали СМИ. Но они плохо приспособлены для этого. Это язык излишне экспрессивный, крикливый, рассчитанный на сиюминутный эффект. Ведь порой они воспроизводят язык толпы, улицы, людей, случайно попавших в поле общественного внимания, а не язык высокой культуры. Реклама также не культивирует языковую среду. Еще одна особенность связана с узаконенной небрежностью. В дорого изданных буклетах, на активно посещаемых сайтах встречается множество ошибок. Представьте себе, что в федеральных государственных образовательных стандартах третьего поколения слово «аргументировано» написано с одной буквой «Н», так как если бы это было краткое страдательное причастие в форме среднего рода, в то время, когда это наречие должно писаться с двумя «Н». И это не сознательная бравада вроде распространенного в компьютерных сетях злоупотребления двойными, даже тройными согласными, а молчаливо узаконенная небрежность. Еще одна особенность связана с кардинальным свойством языка, с его изменчивостью. Язык динамичен. И изменения в русском языке проистекают с неимоверной скоростью. За последние 20 лет в русском языке произошло столько изменений, сколько происходит обычно в несколько столетий. То есть слом культурный, слом социальный, слом технологический. Именно они определяют язык, речевые нормы, которыми владеют носители языка. То есть агрессия и неразбериха творит, царит в нашей публичной коммуникации. И вот для характеристики я хочу привести свидетельство известного философа-культуролога Михаила Наумовича Эпштейна, который приводит такие сравнения. В словаре Даля 200 тысяч слов. Правда, не все слова общерусские. Многие из них областнические, то есть обращены к домотканному быту, к ремеслам. Их сложно, конечно, реабилитировать, вернуть в наш язык, да и не нужно. Но самое авторитетное издание советской эпохи, это словарь современного русского литературного языка 50-го года, он называется БАС, известен в филологии как БАС, он насчитывает 120 тысяч слов. А в новом академическом словаре предположительно будет 150 тысяч слов. Это, конечно, очень мало. И представьте, что в третьем издании в Эпстеровского словаря 61-го года 450 тысяч слов. Полный Оксфордский словарь 92-го года насчитывает 500 тысяч слов, причем больше половины слов в этих словарях не совпадают. И с русским языком, конечно, происходят невозможные метаморфозы. И представьте, что Эпштейн приводит свидетельства, согласно которым в словаре в английском языке около миллиона слов, включая, конечно, некоторые околотерминологические сочетания. А если взять словарь БАС, о котором я только что говорила, в котором 120 тысяч слов, в него входят и такие слова, как рука, ручонка, рученька, ручка, то есть уменьшительные и увеличительные производные от слова рука. Конечно же, в плане прагматике целесообразности они отличаются друг от друга, но мысли образов новых они не дают. При этом Владимир Иванович Даль при всей этой легендарной личности, страстный собиратель слов из 71 года своей жизни, 51, он посвятил собиранию слов, при всей своей жадности к словам он этого не делал. Причем его, конечно же, еще избавлял от этого и сам принцип расположения слов гнездовой в его словаре. Он не использовал алфавитный принцип расположения слов в словаре, он говорил, что алфавитный принцип крайне туп и сух, потому что самые близкие и сродние течения разносятся далеко в Русь и томятся тут и там, по-особому отзываясь в душе человека. Когда слово Родина стоит в окружении таких слов, как родной, родиться, мы тогда понимаем, что Родина это не только то, что государство. При этом, обратите внимание, что наравне с различными экономическими, статистическими приписками, советская лексикография самыми патриотическими намерениями завышала словарный состав русского языка. Таким образом, возьмите здесь еще и глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные формы. При этом немножечко расскажу о словаре Даля, потому что в этом году будет праздноваться его 215-летие. И словарь Даля можно читать как книгу, если в другой словарь можно обратиться за информацией, то словарь Даля это как раз-таки книга. В этом словаре известные представители культуры, литературы черпали не только информацию, но и вдохновение. И Александр Ширвиндт, например, в своих мемуарах написал, я люблю заглядывать в словарь Даля, чтобы прояснить корневую первооснову какого-либо понятия. Встречаю выражение «поэтический дар». Но кто вроде не знает, но обращаюсь к Далю, а там отрешиться от насущного, возноситься мечтою и воображением в высшие пределы, создавая первообразы красоты. Персонаж, над ролью которого работает актер Ширвиндт, говорит «Удивительная вещь симпатия». И Ширвиндт пишет, что начиная готовить роль по привычке, первым делом обращается к Далю. А там написано «Симпатия – беспричинное интуитивное влечение к кому-то или чему-то». Но надо прояснить, что такое интуиция, а она оказывается непосредственное постижение истины без предварительного логического рассуждения. Ну и так дальше. Словарь Даля не только дескриптивный, он еще прескриптивный, то есть не только описательный, но еще предписательный. В нем 14 тысяч потенциальных слов, которые созданы по продуктивным русским моделям и потому жизненных. И вот в его словаре много речений, которые касаются проблем современной коммуникации. Например, «много говорено да мало сказано», «как обыгрывается совершенный-несовершенный вид». «Думка бедна, недоумка, думка чедна, недоумка бедна, а всех тошни и пустослов». И обратите внимание, конечно же, слова архаичны, потому что более двух веков прошло, но мысль как никогда актуальна. Как все устали от пустых бездоказательных слов и от расплывчатых обещаний. Если за словами ничего не стоит, то и дела же не будут делаться. Например, Михаил Наумович Эпштейн настойчиво проводит мысль о том, что с экологическими принципами несовместимы даже заимствования. Например, сайт, который поддерживается Министерством печати, называется «Live Lang», то есть «живой язык». Обратите внимание, цели патриотические, а называется, поэтому я и сказала свое мнение по поводу «психотропинка» и так дальше. Причем такие несоединимые, появляются слова «киборги» – «психотропинка». Эта катастрофа сродни демографической. Вот эти явления все ведут к экологическому кризису русского языка. При этом Эпштейн объявил дар и всем свой проект «Словаря дар». И он предлагает всем желающим творить в жанре однословия, придумывать слова. Но пока слова, которые предлагаются, больше производят впечатление курьезов, но никак не обогащают русский язык. Например, такие слова, как «гормония», «власть гормонов над личностью человека». Или «мордолев», «большой начальник». Недаром крупные писатели, вообще личности известны. Это очень сложно придумывать слова. Недаром Солженицын известен как человек, который придумал слово «образованщина». В противовес, как антоним, слову «интеллигенция». И мне очень нравится слово, которое он придумал в отношении генсекретаря Сека Горбачева. «Несуразец». И в связи с этим очень интересно остроумное замечание Бециле, которое он делает. Самое мудрое, что было сказано по вопросу о нормативности языка, это слова поэта Франсуа де Малербо, обращенные к Генриху IX. «Сколь бы ни были вы самодержавны, государь, вы не смогли бы ни уничтожить, ни ввести какого-либо слова, если того не допускает обычай». Действительно, в этой сфере царит обычай и ничто другое. Слова, конечно же, имеют разную степень устарелости. Постепенно мы перестаем использовать такие слова, как честь, достоинство. А вот мысли писателя Битова. «Умирают прекрасные русские слова, умирают за неупотребимостью. Беднеет словарь с утратой и исчезновением тех подробностей, для которых когда-то язык находил достойные их слова. Утрачивается сама способность понимать и постигать написанное, когда обедненный язык начинает идти на поводу им же воспитанного читателя. Из 28 эпитетов к слову «дом» устарели отчи, добропорядочны, честны. Устаревшие эпитеты к слову «мир», благодатны, благодетельны, блаженны». И вот еще свидетельство других писателей у Саши Черного. «Ужили слову человечность на новой бирже грош цена?» Или у Марины Цветаевой устарелое слово «деликатность». Люди кругом становились все бежалостнее. И это было законом времени, а вовсе не модой, веком, а не днем. Слово «жалость» доживало свои последние годы. Недаром на многих языках это слово применяется только в обидном, уничижительном человека смысле. С обертоном презрения на французском языке, с обертоном досады на немецком, с обертоном иронического недоброжелательства на английском. Это Берберова, курсив мой. Чрезвычайно представляется высказывание Александра Исаевича Солженицына, высказанное им при получении большой ломоносовской медали Российской академии наук о том, что русский язык от потрясений XX века болезненно покорежился, испытал коррозию, быстро оскудел, сузился потерю своих неповторимых красок и соков, своей гибкости и глубины, а болезнью языка начинается и сопровождается разложение культуры. И вот такие знаковые свидетельства. Стало забываться само слово «интеллигент» и тем более черты, определяющие его. Это у Захара Прилепина. И вот еще наблюдение Захара Прилепина. Даже в самом слове «герой» я вижу сегодня некую внутреннюю кривую усмешку. Мы уже не умеем такое всерьез произносить. Можно сказать «герой блин», так только и можно. Но утрачиваются не только пафосные слова бывшей страны героев. И вот свидетельство Владимира Ильича Карасика по поводу утраты различных концептов русской лингвокультуры. Прилагательные кротки. Что оно означает? Это незлобивый, уступчивый, покорный. Но это слово уже незнакомо нашим школьникам. И человека незлобивого, уступчивого, покорного, скорее всего, считают забитым. И в то же время на примере слова «милосердие» можно проследить, как усилиями деятелей культуры, литературы утраченные постепенно концепты возвращаются. «Милосердие» в мире, совсем утопающем в крови и насилии, кажется, что и слово забыто. Некий собрат Паперу назвал Маршака в печати «пьяница и милосердие», назвавшему есть чего постыдиться, опьянен милосердием. Слава Богу! Значит, жив человек, если есть те, кого преследуют за милосердием. Значит, жизнь еще не зверинец. Христов лик не до конца затемнен. Русскому писателю, за которым стоит родная литература с вековым заветом сострадания и милосердия, от Пушкина, Гоголя, через Тургенева к Толстому, Достоевскому в дни Пасхи радостно особенно встретить все то же, давнее и вечно живое, и юное. Поповским словом «милосердие» называют Глеб Жеглов, помните в известной экранизации братьев Вайнеров «Эра милосердия». И, как считает писатель Даниил Гранин, судьба, конечно, у этого слова, безусловно, объясняется социально-политическими причинами. Милосердие уничтожалось не случайно. Во времена раскулачивания, в тяжкие годы массовых репрессий никому не позволяли оказывать помощь семьям пострадавших, людей заставляли высказывать одобрение смертным приговорам. Даже сочувствие невинно репрессированным запрещалось. Чувства, подобные «милосердию», расценивались как подозрительные, а то и преступные. Из года в год чувства это осуждали, вытравляли. А ноды аполитичные, не классовые, в эпоху борьбы мешают, разоружают. Его сделали запретным и для искусства. И именно Даниилу Гранину принадлежит, наверное, возвращение этого слова, причем именно в первом значении, которое восходит к внутренней форме. «Милосердие», то есть милосердие, которое было еще удали, сердоболе, сочувствие, любовь на деле, готовность делать добро всякому, жалость и мягкосердечность, а не то, которое было в словарях советской эпохи, как готовность и сострадание оказать помощь тому, кто в ней нуждается. Сейчас я хотела бы рассказать о заимствованиях. Так, заимствования – это все-таки обогащение или деструкция. Одни ученые и публицисты видят в усилении английского языка, с одной стороны, духовно-языковую оккупацию, интеллектуальную катастрофу, интервенцию, унижение родного языка, английскую болезнь русского языка, даже такие иронические метафоры, «русский уходит по-английски», и даже ядовитое орудие тотальной русофобии. Другие вполне толерантны к заимствованиям, говорят, что они обогащают русский язык. И вот характерный разброс мнений в диалоге представителя высшего эшелона власти с деятелем литературы и искусства. Наши попытки заменить англицизм и какими-то русскими словами, они не возымеют эффекта. Нас просто запишут в известную категорию интернет-жителей, не буду ее называть, и мы там и останемся. Поэтому нужно быть в этом смысле современными, но не глупыми. Это ответ Медведева на сетование режиссера Карена Шахназарова. Вот мы ехали сюда через поселок Жуковка, а там на площади было такое назоведение, Жуковка-Плаза. Что если написать письмо руководству этой деревушки? Может, они переименуют это? Но невозможно уже от этих плазов и стритов. Я не ксенофоб, но уже с ума схожу от этих креативных директоров. Однако Медведев полагает иначе. Я даже не уверен, что нам нужно переименовывать Жуковку-Плаза. Мы, конечно, можем применить власть. Президент, это в бытность его президента, писем не подписывает. Президент решения принимает. Значит, я могу сейчас снять трубочку, позвонить, не знаю, Громову или еще кому-то, и завтра этой Жуковки-Плаза не будет. Но кому это надо? Порой словесный колорит эпохи составляют именно англицизмы. И вот обратите внимание, как используются англицизмы в игровом контексте. Если мужчина начал контролировать ваш шоппинг, начните контролировать его саунинг. Это от Архи Кушанашвили. С точки зрения экологии языка, конечно, особую озабоченность представляют такие деструктивные, иноязычные, не ассимилированные заимствования. Конечно же, они вызывают дискомфорт у слушателей, у читателей. В рекламе раздражает экая тарабарщина, смесь русских и английских слов. Она превращается в какую-то тайнопись. Попробуйте разобраться в таком объявлении. Фирма предлагает антиграббер, антисканер, шоксенсор. И антихайджек. Что было сказано? Конечно, это агрессивная реклама, которая не учитывает, что ее просто могут и не понимать даже. Вопрос о критериях полезности заимствований и мере использования иноязычных заимствований можно отнести к категории вечных, конечно же. Английский язык в связи с экономическим развитием и политическим нашей страны и вообще во всем мире английский язык сейчас занимает лидирующие позиции. Это уже привело к тому, что англичане вообще никаких языков, кроме английского, не знают. Считают себя людьми мира. И обратите внимание, как в романе Олега Сивуна «Брент» отражается его рефлексия по поводу заимствования. USA входит в нашу жизнь с самого рождения, когда нам надевают подгузники, памперс. Потом мы начинаем играть в американские игрушки, смотреть мультики из USA и дальше больше. Мы начинаем пить Кока-Колу, ходить в Макдональдс, мы покупаем джинсы Левайс и куртки Коламбия, смотрим голливудские фильмы, мы постоянно жуем Орбит, мы ездим на машинах Форд, летаем на самолетах Боинг, мы стираем грязное белье порошком Тайт, мы отмечаем Хэллоуин, мы курим сигареты Мальборо, часами сидим за компьютером Пентиум, а на бейсболках всегда одно и то же. USA или что-то в этом роде. Современные средства массовой информации, прежде всего телевизионные, насыщенные клише из иностранных программ «Оставайтесь с нами, да, stay with us», «Почувствуй разницу», «The difference» и так дальше можно продолжать. Под влиянием английской манеры все слова в названии начинают у нас писаться за главные буквы. Например, законодательное собрание Ростовской области почему-то пишется и законодательное, и собрание с большой буквы. Хотя уже школьники забывают о том, что согласно русской традиции только первое слово пишется за главные буквы. Русский язык, по мнению Михаила Наумовича Эпштейна, стремительно теряет свои позиции в мировой лингвосфере. Не только от того, что он переполняется заимствование, гораздо драматичнее то, что новые приобретения имеют такую ироничную семантику. И Эпштейн является руководителем проекта «Слово года», «Слово десятилетия», и он обращает внимание на то, что немногочисленные слова отечественного производства это следующее, это «валить», «холуёво», «распил», «распилократия», «понаехавшие», «пофигизм». И призовые места заняли каламбурные наименования, такие как «здравоохранение», «изверательная компания», и «бананнотехнологии». На фоне этих приобретений такие слова, как «айфон», «айпад», «фейсбук» и так дальше, кажутся просто позитивом. С точки зрения экологии языка особенно тревожно то обстоятельство, что происходит постоянное вытеснение русских слов, таких, например, как «уровень» заменяется словом «левел», когда мы вместо направления говорим «тренд», когда вместо «драйвер» говорим «двигатель», вместо «творческий» говорим «креативный». И вот как у Пеливина в «Generation P», герои уточняют у работодателя «креатором» – это «творцом», и в ответ слышат «творцы нам, ваван, не нужны, нам нужны креаторы». Или, обратите внимание, «друг» и «френд» – несинонимы. С последним осуществляют особое взаимодействие, а не дружбу. В антикварном понимании этого слова, этого Черникова, вожделения бездны. Очевидно, что плохо согласуются с идеями экологической лингвистики такие приобретения, как рецепция, как ресепшн. Рецепция, безусловно, в контексте русского предложения звучит оправдание. Важной причиной доминирования англо-американизмов часто называют языковую моду. И Максим Анисимович Крангаус, это директор института русского языка Академии наук, говорит о том, что в некоторых иноязычных словах присутствует какая-то трудно уловимая аура, привлекательность, актуальность и новизны. И вот он так характеризует слово «менеджер». Зачем же русскому языку понадобилось заимствовать такое абстрактно-пустоватое слово? Дело в том, что за этим словом скрывается не столько профессия, сколько образ жизни, целая культура, которую можно назвать корпоративной или культурой белых воротничков. Менеджер – это стабильная работа, стабильная зарплата, стабильные привычки, просто стабильная жизнь. Менеджер читает солидные СМИ, ест бизнес-ланч, вечером ходит в клубы, а летом отдыхает за границей. Слово «менеджер» используется в качестве приманки и включает названия десятков книг типа «Как стать менеджером», «Как быть менеджером», «Как подцепить менеджерам». Прояснению значения и прагматики содержания одного из самых популярных современных англицизмов посвящено стихотворению Дмитрия Быкова. «Вот вещь, непостижимая уму, но внятная любому в той клаваке. У нас в стране успех придет к тому, в ком будет драйв», сказала Канделаки. «И вот, припомнив свой банальный лайф в порожнее, текущее из пустого, я начал думать, что такое драйв, как люди понимают это слово. Вот эти все собравшиеся там с какой-то целью, а не ради кайфа, которые резвы не по летам и веселы вообще неадекватно. В конце концов, английским не знаком, но, отличаясь от меня изгоя, они другим владеют языком, и драйв там значит что-нибудь другое. И что есть драйв? Умение сочетать, утробный юморок с напором лести, умение врать, умение не читать, искусство с криком марш бежать на месте. И вот новейший англицизм ремейка, тоже помогает поэту передать сущностные характеристики российской жизни. Распад, забвение азов, права Европа нас отторгнув, не видит импортных призов несчастный наш кинематограф. Мы на скамейке запасных, и это грустная скамейка. Причина есть, о ней и стих, мы все живем внутри ремейка. Все кинозвезды морщат лбы, новейших тем для фильма мало. Ремейк «Ирония судьбы», ремейк служебного романа. Я сам ремейк, мамуль, скажи же. Короче, все теперь ремейк. Труба пониже, дым пожиже. Наш модус нынешний таков, сплошной простор для балагуров. Ремейк кубанских казаков, каким бы снял его Сокуров. Ужель, коль мы ищем образцов, боюсь, на данной фазе цикла? У нас же цикл, в конце концов, мы все живем в ремейке цирка. Но я по-прежнему люблю тебя, страна моя родная, любовью верного сынка, который зол и непрекаян, хоть ты не так уж широка, и он уже не как хозяин. Это Дмитрий Быков, стихотворение «Никейское». А вот особый интерес для линговой экологии представляет использование иноязычей в терминах сфер. И вот как по поводу использования иноязычных терминов высказался Путин. Злоупотребление иностранными терминами мне отчасти напоминает злоупотребление рекламой на иностранном языке. Те, кто злоупотребляет иностранными терминами, полагают, видимо, что это автоматически причисляет их к некой более высокой и более цивилизованной касте, принадлежность которой делает их более значимыми, а их идеи и суждения более основательными. Злоупотребление иностранными терминами свидетельствует только об одном – их неуверенности в себе и слабости, как минимум, профессиональные. Конечно же, объектом лингвистической экологии, безусловно, является и социальное созначение слова. И неучет прагматических особенностей, целесообразности употребления какого-то слова тоже ведет к коммуникативной неудаче и засоряет наше языковое пространство. И вот эпизод, когда ведущий Дмитрий Дебров говорил с известным режиссером Аллой Суриковой о фильме «Человек с бульвара капуцинов». И задал ей вопрос «Как же ты собрала на пробы капуцинов такую прорву талантов?» И Алла Сурикова явно с укоризненной интонацией отвечает «Это была не прорва, это был букет, это было созвездие прекрасных талантов». То есть можно и наградить человека, обидев, то есть нарушив все сопровождающие языковые правила. И на канале «Культура» выступала режиссер Татьяна Лиознова, режиссер кинофильма «17 мгновений весны». Она сказала о том, что перед своим уходом, она сказала, что ее многие годы не покидает обида за то, что ее наградили за участие в этом фильме. Наградить за участие можно ассистента кинооператора, светотехника, но никак не режиссера, где ни один фрагмент не прошел без ее участия. И вот периферийные элементы точно завоевывают позиции, да тоже относятся к экологической сфере. Обратите внимание, что примеры повысившихся в ранге слов в последнее время хорошо известны. Карьерным взлетом называют судьбу слово «беспредел», слово «крутой». Смотрите, то же самое можно сказать о словах «отморозок», «наехать», «стрелка», «крыша», «кинуть». Действительно, у целого ряда слов, общеупотребительных слов, изменились значения. И выдвигается на первое место жаргонное значение. Смотрите, мочить, тормозить, париться, засветиться, развести, крутиться, торчать, оторваться, достать, приколоться. И вот смотрите комментарий Владимира Ивановича Новикова. Это профессор кафедры литературно-художественной критики МГУ, который он дает к слову «раскрутка» в словаре модных слов. Раскрутка. Существительное, не безупречного происхождения. Для сегодняшнего языкового сознания оно звучит как будто вполне пристойно. Мол, без раскрутки ни в коем деле не обойтись. Под лежащий камень вода не течет. И каким бы этот камень драгоценным ни был, надо ему придать толчок, ускорение. А там уж он сам засверкает всеми гранями и привлечет всеобщее внимание. Но нет, не такая метафора лежит в основе жаргонного глагола «раскрутить». Вначале все-таки была раскрутка клиента, лоха. Но мы с вами не лохи, а не фраера. Но разве не грабят нас духовно опытные раскрутчики от шоу-бизнеса, от коммерческого книгоиздания? Без всякого спроса врываются в наши уши очередные муси-пуси очередной безголосой певицы. В списках бестселлеров доминируют книги раскрученных авторов, исправно заражающих читательское население глупостью и пошлостью. Раскрутка – основной метод коммерческого тоталитаризма. И недавно появившаяся профессия политтехнолога, по сути своей, состоит в раскрутке пустых фигур и фальшивых партий. Крутится глобальный лохотрон, и одинокий индивиду ничего не может. Традиционно считалось, что нормативное всегда более статусное, а сейчас верно другое – более статусное, более нормативное. Впрочем, конечно, читательские рефлексии не всегда исполнены пиететом. И вот Севряков то, что пишет в бархатном авторитаризме. По новой версии президента, уже на протяжении более чем 15 лет наша молодежь живет в условиях массированного культурного воздействия на нее суррогатов из-за рубежа. «Эксперты говорят», – сказал он, – «сегодня особенно у молодых людей утрачиваются навыки емко и образно выражать свои мысли». «Ведь утрачивать можно только то, чем обладал, а у молодых людей этих навыков полупросту нет. Их надо сначала привить, тогда молодежь будет, говоря языком президента, не сопли жевать, а емко выражать свои мысли. Иначе жизнь их замочит в сортире». Конечно же, все вопросы нельзя поднять в рамках одной нашей лекции. Я хочу закончить, наверное, на пафосной ноте, что нелепо полагать, что язык наш подобен устройству вроде будильника, заранее запрограммированному на те или иные изменения, происходящие вокруг. Ясно одно, что языку приходится выживать, и выживание – это имеет пределы, о чем свидетельствует феномен мертвых языков. Русский язык, утратив авторитетную художественную литературу, испытав и продолжая испытывать колоссальные культурные эксперименты, явил свое величие и могущество уже тем, что остался в живых. Но каким будет наш язык подобным усыхающему дереву или деревом цветущим, зависит от носителя языка, от нас с вами. И никакая политическая, религиозная, философская или другая идея не сможет объединить народ лучше, чем это сделает язык. Единство нам дано в нашем общем языке. Язык – это единственное, что питается знанием общепонятными смыслами и делается граждан близкими и понятными друг другу. Спасибо. Спасибо.